Товарищ капитан, первый раз, личный состав, сотрудникаманды, такая работа построена. Увидеть все собственными глазами. И построение, и погружение лучших военных водолазов страны – редкая удача. Все, и оборудование, и обмунтирование – настоящее, боевое. Гостей приветствуют будущие защитники Родины, еще юные, но уже в полной боевой готовности. Создает настроение военный оркестр. Любимые композиции заставляют гостей подпевать и даже пританцовывать. Гвоздь культурной программы – настоящая армейская каша. Такую дома точно не приготовишь. А как вам каша? Очень вкусно, но немножко соленая. Но сладкий чай все перебивает. Глубина 20-21 – тур отборочный. Соревнуются команды от всех флотов страны. Победители войдут в сборную страны всеармейских международных военных игр «Армия-2021». Уровень подготовки высокий, конкуренция тоже. Задания непростые. Подводники работают практически в реальных условиях. Испытаний много. Спасение условно пострадавшего на воде, помощь аварийному кораблю, поддержка жизнедеятельности подводной лодки, терпящей бедствия. Основной этап состязаний уже позади. Упражнение оказания первой медицинской помощи утопающему и выполнить упражнение под названием «Подводная борьба властных акватлон». Все остальное конкурсную программу мы уже выполнили. На сегодняшний момент у нас лидирующие позиции занимают команды Каспийской флотилии, Черноморского флота и Северного флота. По словам главного судьи, отрыв между командами и лидерами небольшой. Все решится в последних двух соревнованиях. Сами же участники не переживают. Для них главное выполнить поставленную задачу. Мы на всем протяжении выполнения конкурсов показываем свои тренировочные результаты. То есть, что было на тренировках, то и на выступлениях. Как показала практика, это самая лучшая тактика в данном конкурсе, потому что ребята не нервничают, показывают свой нормальный результат, допускают минимум ошибок, и это ведет нас к первому месту. Тактики нет, сражаемся до последнего. И самое главное, без нервов, без всего, спокойно работать под водой. У водолаза же что самое главное? Это трезвая, холодная голова, сильные руки и выносливость. 10 марта – последний конкурсный день, а уже 12 числа определят победителей. Валерий Окунь, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.